Вот, я успел... Опять вернулся. Чего в голове он все спрашивает, он ничего не знает. Вы умеете не сдавать? Я просто не умею не сдавать. Межсезонье. Время изменений в составах команд. Поэтому мы рады представить вам игроков, которые в следующем сезоне будут выходить на площадку в форме Казанского «Зенит». Знакомьтесь, Валентин Голубев. 27 лет. Либера. Рост 187 сантиметров. Большую часть карьеры провел за новосибирский «Локомотив», с которым выигрывал Лигу чемпионов и Кубок России, а также серебряные и бронзовые медали чемпионата страны. Голубев привлекается в состав сборной с 2013 года. За это время Валентин успел стать чемпионом Европы и выиграть универсиаду в Казани. Свою карьеру Валентин начал на Дальнем Востоке, в Хабаровском крае, где его заметили тренеры новосибирского «Локомотива». В составе Лока Голубев отыграл 7 из 9 сезонов своей профессиональной карьеры, завоевав серебряные и бронзовые медали чемпионата России, серебряные медали клубного чемпионата мира, а главное, становился победителем Кубка России и Лиги чемпионов 2013 года, финал четырех которой был домашним для Лока, а в полуфинале был обыгран как раз-таки казанский «Зенит». После года аренды в Енисей Голубев вернулся в Новосибирск на два сезона, откуда перебрался в Белогорье, с которым в этом году Валентин завоевал третий по значимости Еврокубок «Челлендж Кап». Причем в Белгороде в прошедшем сезоне было задействовано сразу три «Либера» и не исключено, что схожая система будет на следующий год функционировать и в Казанском «Зенит». Мы сейчас делали, работали в три «Либера». Получается, у нас был я, Алексей Мачаев и Максим Максименко. Довольно-таки сложно работать, потому что один «Либера» как и первый темп отдыхает все время, ритм рваный, ну и нагрузка получаешь меньше. Вот, если честно, мне не очень понравилась такая система. Посмотрим, но Алексей Игоревич уже будет показывать собственным примером, как это делать, поэтому это тоже какой-то опыт. Переход «Голубева» в «Зенит» образует дуэт Валентинов на позиции «Либера», каждый из которых будет способен побороться за свое игровое время под чутким контролем от Алексея Вербова. Большой, так сказать, верой в то, что я могу прогрессировать, помочь клубу в реализации их задач. В первую очередь мне хотелось давно уже поработать с тренером именно «Либера», чтобы чему-то научиться именно новому. Вот, и мы с Алексеем переговорили, он хотел меня видеть, и вот мы зашли, так сказать, общие, нашли заминатель, и договорились о том, что Алексей мне поможет раскрыться больше. Валентин смотрел все заключительные матчи сезона казанской команды, которые сложились объективно не так, как бы хотелось болельщикам, и поделился своим мнением относительно их результата. Да, смотрел все, ну, показал очень стабильный волейбол, показал очень хорошую игру на блоке и в защите. И Казань, наверное, не ожидал вообще, что Кемера сможет в Казани так сыграть. Насколько я слышал, Кемера очень хорошо разобрала казанский клуб. В Лиге чемпионов, ну, для меня это тоже непонятно, потому что первую партию очень уверенно сыграли. Практически был уверен, что Казань победит, но, как говорится, мяч круглый. Не то, чтобы не хотели бороться, а то, что не все получалось. Мочера-то, так сказать, она не дала шанса больше как бы реабилитироваться, они просто начали давить-давить до самого конца, все три партии. Сразу же после завершения клубного сезона в Суперлиге, в котором Белогорье заняло шестое место, Валентин Голубев отправился в расположение обновленной сборной России, с которой уже принял участие в первом этапе Лиги наций, где команда Толмаса, Сами Львова, одержала три победы в трех матчах. Свою неделю я отдохнул в Новосибирске, то есть в целом провел я замечательно. Настроение хорошее, атмосфера тут положительная. Все приехали с желаниями, тренер настраивает на оптимизм, и в принципе у нас больше позитива, здесь никакого негатива нет. И атмосфера прям после окончания сезона, наверное, как второе дыхание сейчас надо открылось. Атмосфера такая дружелюбная, то есть он мне не начальник, так сказать, а он больше, наверное, как старший брат или друг старший, который всем помогает, хочет только сделать тебя лучше. Кстати, Голубев дебютировал за национальную команду в 2013 году и за это время выиграл универсиаду 2013 года, проходившую как раз-таки в Казани, а также завоевал титул чемпиона Европы в 2017. Будем надеяться, что медальная копилка Валентина Голубева как в сборной, так и в клубе будет лишь расширяться во время выступления за казанский зенит. Валентин, добро пожаловать в Казань!